МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бездна, в которой никто до них не бывал. С риском для жизни они устанавливают рекорды глубины, камнем падая вниз или через неизведанные лабиринты подводных пещер тянут страховочный фалк, без которого не вернуться назад. Чем дальше ты выходишь от входа, тем ты понимаешь, что в случае чего у тебя все меньше и меньше шансов вернуться. Они ныряют на десятки метров без акваланга, на задержке дыхания. Каждый раз на грани человеческих возможностей, рискуя пропустить точку возврата. Они вступают в охотничий поединок с хозяевами глубины, не зная, вернуться ли живыми назад. Они ведут опасную видеосъемку морских убийц. Собственно, так я не боялся никогда в жизни. Вот такой холодок внутри. Крохотная майна в 10-метровой толще льда и северный ледовитый океан, кругом расставивший свои ловушки. А в Антарктике риск навсегда остаться под айсбергами, высотою в многоэтажный дом. Это, конечно, страшная смерть. Остаться подо льдом, без страховки и не знать, где выход. Кавказские горы. Кабардино-Балкария. Озеро Голубое. 1 сентября 2004 года. Два опытных водолаза Игорь Галайда и Роман Прохоров готовятся к погружению на 180 метров. До них в России еще никто так глубоко не нырял. Пойти на рекорд непросто. Максимум собранности и самоконтроля. Позади годы рискованных тренировок на пределе человеческих возможностей. Ради того, чтобы коснуться дна. Потом мы с ним решили, с Игорем, что нужно дойти до дна. То есть у нас не было никакой цифры. Нам нужно просто было дойти до дна. Дно начиналось на глубине, там примерно 175-180 метров. Оно под уклоном идет. Значит, было дойти до дна. Ну, и заодно это получался уже само собой рекорд. Как бы для России. Такое решение не приходит в одночасье. Ему предшествовали тысячи сложнейших погружений на затонувшие корабли в подводные пещеры. Галлайда и Прохоров получили необходимый жизненный опыт и нарабатывали технику. Без этого не бывает рекорда. Подобно тому, как альпинисты упорно идут к своей вершине, водолазы настойчиво готовились к штурму своей глубины все предыдущие годы. Почти 30 лет Игорь и Роман занимаются подводной спелеологией. Их первым серьезным достижением стал проход Ординской пещеры на максимальную длину. Эта пещера расположена рядом с поселком Орда в Пермской области. Она не глубокая, но считается самой большой и протяженной в России. Вход в пещеру через небольшое озеро. Когда они впервые приехали сюда, его поверхность покрывал 10-сантиметровый лед. Здесь и поставили спелеоподводники свой базовый лагерь. Наверху бушевала пурга, а они готовили акваланги к погружению в ледяную воду. Но прежде чем начать исследование дальних перидоров Ординки, вдоль всей трассы нужно было проложить ходовой конец. Примерно так же в горах провешивают маршрут восхождения альпинистов. Это обязательное требование правил безопасности. Если, не дай бог, скиснет фонарь или поднимется донная взвесь, только этот капроновый фал поможет заблудившемуся дайверу найти выход из пещеры. Вы обратно возвращаетесь в полной мутии, то есть вы не видите ничего, вы держитесь за эту веревочку руками и выходите назад на ощупь. Вот к этому человек должен был быть готов. Погружение в затопленные пещеры считается одним из самых экстремальных и опасных видов технического дайвинга. Поэтому новички и дилетанты приходят в подводную спелеологию крайне редко. Здесь нельзя просто поплавать с аквалангом. Здесь всегда риск, оправданный точным расчетом и дисциплиной. Вопрос о том, что могут ли туда приходить люди случайные, приходить могут, но выходить не всегда. Кейв-дайвинг. Спелеологический или пещерный дайвинг. Факторы риска. Замкнутое пространство, нештатная ситуация, темнота, холодная вода. Особые требования. Специальная техническая подготовка. Отсутствие клаустрофобии. Боязни замкнутого пространства. Психическая устойчивость. Уровень опасности высокий. Новая Зеландия. Эта трагическая история обернулась настоящим шоком. Страшно то, что в случившемся нет ничего необычного. Команда дайверов решила обследовать лабиринты подземной реки и установить рекорд прохождения. Их не пугало, что в этих пещерах уже были несчастные случаи. Через узкий проход Киран Маккей и Дэйв Уивер планировали выйти к основной вертикальной шахте, откуда река уходит вниз и спустится до рекордных 75 метров. Затея была рискованная. Ведь в баллонах у них был только сжатый воздух. Известно, что кислород на глубине становится токсичным газом. Другая опасность – азотный наркоз, когда дайвер как будто пьянеет, теряя контроль над собой. Киран и Дэйв без проблем дошли до намеченных 75 метров. Обменялись условными знаками, начали подъем. Киран оглянулся. Дэйв почему-то оставался внизу. Спустившись, он нашел его уже на 85 метрах. Дэйв не подавал признаков жизни. И тогда, чтобы не погибнуть, Киран рванулся вверх. Тело напарника осталось на глубине. Вещи такие происходят периодически во всем мире. В исследованиях и кораблей затопленных, и пещер. И они будут происходить. Никуда ты этого не денешься. Спасатели смогли поднять тело Дэйва Уивера только через полтора года. Он погиб, потому что переоценил свои силы. Азотный наркоз, опьянение глубиной, возможно, паника. Потеря сознания и почти мгновенная смерть. Когда ты ныряешь в пещеру, тоже относится к затопленному кораблю, то ты можешь, в принципе, погибнуть в любой момент погружения. У пещерного дайвинга есть железные правила. Но даже при их строгом соблюдении нет гарантии полной безопасности. Ведь над головой у дайвера свод пещеры, закрытое пространство и просто всплыть наверх в аварийной ситуации нельзя. И темнота. Абсолютная темнота. Отсюда одно из правил. Есть правило одной трети, например. Когда ты ныряешь в пещере или на любом замкнутом объекте, ты проходишь в направлении от входа до того времени, пока ты не израсходуешь одну треть запаса воздуха. Если происходит какая-то аварийная, нестандартная ситуация, ты где-то застрял, что-то там у тебя случилось, вот две трети считается на то, что тебе этого воздуха должно хватить на выход. Однажды в малознакомой пещере в Архангельской области Игорь, как всегда, внимательно протянул за собой страховочный фалк. На обратном пути, у самого выхода, он вдруг обнаружил, что капроновый шнур никуда не ведет. Он застрял в расщелине. Видимости нету. Она там где-то сантиметров 50. Я вижу свет фонаря. И у меня моя веревка уходит вот в такую щель. Воздухов обрез. Страховка ведет в никуда. Это была западня. Шок. Оказавшись в состоянии стресса, человек начинает часто дышать и быстро съедает дыхательную смесь из баллона. В такой ситуации паника чаще всего и губит дайвера. Совершенно конкретная паника. Когда вот хочется метаться из стороны в сторону, орать, рвать там все на своем пути, просто понимая, что ты, во-первых, начинаешь дышать, как параус сразу. Значит, усилием воли буквально заставил себя лечь вот на дно, как вот там мелко попытаться расслабиться. Потом нашел этот манометр, на маску его положил фонариком, подсветил, посмотрел, что воздуху там достаточное количество. Полежал минуты 3-4. Удалось восстановить вот это дыхание, как-то расслабиться. Потом, значит, начал что-то делать. Сантиметр за сантиметром он лихорадочно искал выход. Пытался протиснуть трос то влево, то вправо между сводом и дном, в сплошном нагромождении песка. И в конце концов трос проскочил в соседнюю нишу, туда, где и должен был находиться. Только теперь выход из пещеры оказался открыт. В минуту опасности даже опытному дайверу бывает трудно сохранить самообладание. И это может грозить смертью. Так приходилось, чтобы приходилось сохранить друзей, которые ныряли. В частности, вот в моей ситуации, мы были в экспедиции в Архаментской области, и у меня товарищ не дошел до входа 60 метров и утонул. Получилось так, что ему пришлось бросить промежуточный баллон, в котором он запутался, и еще сорвалось крепление ласты. То есть он потерял одну ласту. И до входа оставалось 60 метров. Секреты погружений в пещеры уже давно прописаны в учебниках. Аварийные ситуации моделируются на спецкурсах. Но по-прежнему этот вид дайвинга остается сверхэкстремальным занятием. Пермская область. Все та же Ординская пещера. Галлайда и Прохоров с группой поддержки пытаются пройти подземный лабиринт до самого конца. Это где-то около километра. Ведь точно никто не знает. Подводная галерея то расширяется до размеров тоннеля метро, то-то сужается до узкого лаза. Ходы расходятся влево и вправо. Ныряют круто вниз или уходят вверх. С начала спуска прошло уже больше двух часов. Они максимально далеко от входа. Дальше идти просто некуда. Пора возвращаться. Воздухом в полонах в обрез. Как раз на дорогу домой. На то время это было фактически рекордное погружение. Почти 900 метров проходки в одну сторону. Столько же потом нужно возвращаться. Занимает такое погружение примерно два с половиной часа. Положение непростое. Оно сложно психологически. Потому что чем дальше ты уходишь от входа, тем ты понимаешь, что в случае чего у тебя все меньше и меньше шансов вернуться. Спереоподводнику покоренная пещера уже неинтересна. Нужен новый опыт. Новые горизонты и новые испытания. Чтобы опять просчитывать до мелочей все детали погружения. И пытаться предвидеть и свести к минимуму любой риск. Если так называемых технических дайверов интересует в основном снаряжение и техника погружения, то другие покорители подводного мира заняты своим дыханием. Для фридайвера важно то, как работает его организм. И прежде всего легкие. В помощь только специальные ласты, как хвост морского животного. Это не монтаж и не трюк иллюзиониста. Юлия Петрик в роли девушки, беззаботно листающей модный журнал, демонстрирует секреты техники апноэ, задержки дыхания под водой. Она легко проводит в таком положении 6 минут. Но в мире есть и другие умельцы, которые могут не дышать в 3 раза дольше. Юля одна из первых в России фридайверов. Чтобы нырять, ей не нужен акваланг. Вообще все живое на Земле вышло из воды. И в каждой клетке нашего организма где-то глубоко заложена вот эта память жизни в воде. Возможность дыхания без непосредственного дыхания атмосферным кислородом. Как экстремальный спорт, фридайвинг возник в середине 20 века, в эпоху бурного покорения океана. Мечты о человеке-амфибии стали реальностью. Дайверы ощутили водную стихию как среду обитания, требующую победы над собой. Тогда же впервые прозвучал термин «хомодельфинус» – «человек-дельфин» или «водный человек». Фридайверы ныряют без акваланга. Все, что им нужно – это умение не дышать под водой. Фридайвер всегда хочет быть похожим на дельфина. То есть ныряют на задержке дыхания кто? Морские млекопитающие дельфины, киты, кашелоты. И вот изучение того, как ныряют дельфины, например, дало понимание того, что происходит с человеком именно при нырянии на задержке дыхания. Фридайвинг или акноэ – погружение на задержки дыхания. Факторы риска – стресс в результате погружения на большую глубину. Гипоксия – недостаток кислорода. Блэкаут – потеря сознания. Особые требования – контроль дыхательной системы. Высокая физическая подготовка. Аутотренинг. Уровень опасности средний. Это удивительное и недоступное большинству чувства свободного парения в океане. Как в фильме «Голубая бездна», где рассказана реальная история фридайвинга. Все началось в Средиземном море на соревновании ныряльщиков. Итальянца Энца Майорки и француза Жака Майоля. В картине Люка Бессона все по-настоящему. Выдуман только трагический конец. Скорее всего, никто вслед за героем фильма не готов по своей воле навсегда уйти в голубую бездну. Когда ныряешь на задержки дыхания, ты какое определенное время, какое ты находишься в состоянии полного комфорта. Не эйфории, но полного комфорта. После хорошей вентиляции легких, ты расслабляешься. То, что называется апноэ. Ты находишься в состоянии психического комфорта. И тебе, в принципе, нет желания сделать вдох. Ты чувствуешь себя очень вздохом. По их собственному признанию, чувство эйфории и полной свободы ныряльщики действительно ощущают на глубине. Нет никакого желания дышать. Замедляется сердцебиение. Человек как будто переходит на другой уровень существования, открывая в себе новые возможности. Но при этом главное понять, когда пришло время вернуться. Не пройти точку возврата. Как бы прекрасен и безмятежен не был этот полет в глубину. Потом наступает какая-то точка, и в какой-то момент, это может быть там одна-две минуты, происходит какое-то изменение там в организме, что-то щелкает, и дальше секунды идут в обратном отчете. То есть ты уже понимаешь, в принципе, сколько тебя не то чтобы осталось, но через сколько стопит мучительное желание сделать вдох и так далее. То есть принцип этот обратный отчет включается в какой-то момент. Фридайвер всегда сам определяет для себя точку возврата. Пройти эту точку значит серьезно рисковать. И тот, кто идет дальше других на пределе человеческих возможностей, ставит под угрозу не только свое здоровье, но и саму жизнь. Так в 2003 году поступила французская чемпионка Одри Месре. Вот так запечатлен этот трагический момент в интернет-сети. Она попыталась установить абсолютный рекорд глубины – 170 метров. Тогда рекордсменом был ее муж, кубинец Франсиско Феррер. Месре достигла рекордной отметки. Проблемы возникли уже при подъеме. Ей попытался помочь страхующий водолаз, а из воды ее поднимал уже сам Франсиско. Вместо запланированных трех минут она пробыла под водой более девяти минут. Слишком долго, даже для чемпиона. Чтобы избежать потери сознания от недостатка кислорода, применяется гипервентиляция легких, серия глубоких вдохов и выдохов. Умберто Пеллизери – итальянский рекордсмен в категории «ноу-лимитс», то есть без ограничений. Нырельщик погружается при помощи специального устройства – слэда. Этот балласт по тросу увлекает его в глубину. При необходимости скорость падения можно замедлить или вовсе остановить погружение. Пусть нас не обманывает эта кажущаяся легкость на подъеме. Фридайверу эти секунды даются максимальным напряжением сил. Такой экстремальный фридайвинг невозможен без специальных методик и изнурительных тренировок. У каждого дайвера свои секреты, которые держатся в строгой тайне. Это и понятно. Ведь на подготовку к погружениям уходят лучшие годы спортсмена, а бывает и вся жизнь. Есть специальные техники, там, упаковки воздуха в легкие, когда ныряльщик перед тем, как нырять, он закачивает максимально возможное количество воздуха. Вот. То есть объем легких у чемпионов достигает 12-13 литров при полной закачке. Но погружение нырянием в глубину не заканчивается. Ныряльщика поджидает опасность как раз на обратном пути, на последних метрах к поверхности, когда до воздуха буквально рукой подать. Его встречают сначала анквалонгисты, а потом фридайверы группы обеспечения. За ним внимательно наблюдают. Вот ныряльщик как будто бы потерял ориентацию в пространстве и совершает беспорядочные, похожие на танцевальные движения. Это самбо. Почти потеря сознания. Дальше блэкаут. У дайвера в этот момент темнеет в глазах, и он отключается. Во время всплытия, на последних метрах всплытия, особенно последние 10 метров, из-за понижения давления кислорода в организме в связи с понижением внешнего давления, как раз может произойти потеря сознания. Вот потеря сознания, она может потом сопровождаться утоплением. Этим опасен фридайвинг. В России главные достижения в этом экстремальном виде спорта за представительницами слабого пола. Наталья Молчанова – рекордсменка в нескольких дисциплинах, в том числе в 2008 году в свободном погружении на ластах. Что такое блэкаут, когда в глазах меркнет свет и ныряльщик теряет под водой сознание, Наталья знает из собственного опыта. Любой рекорд – это всегда преодоление, балансирование на грани человеческих возможностей. Блэкауты, они возможны, потому что у нас происходит снижение содержания кислорода в организме, и, естественно, это приводит к потере сознания. К счастью, в этом году мне удалось сделать мировой рекорд, хотя в прошлом году те же 95 метров мне дались именно с этим блэкаутом. Даже лучшие из лучших не застрахованы от несчастных случаев. Успехи современных ихтиандров раскрывают секреты скрытых возможностей человека. Расширение подводных горизонтов фридайвинга – лишь вопрос времени, и отдельные несчастные случаи уже не могут остановить гонку за новыми рекордами. Еще более опасным занятием можно считать подводную охоту. Здесь тоже ныряют без аквалангов. Статистика несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом, гораздо выше, чем в любом другом виде экстремального дайвинга. Вторжение в стаю барракут в мутных глубинах океана действительно занятие для настоящих мужчин. Здесь свои правила, свои секреты, без знания которых этот экзотический спорт для человека просто несовместим с жизнью. Свою квартиру в Киеве он превратил в мастерскую. Здесь он готовит и ремонтирует свои ружья, точит гарпуны, выпрямляет трезубцы, поврежденные на охоте. Андрей Лагутин – один из самых опытных подводных охотников на всем постсоветском пространстве. Можно сказать, классик. Нырять и охотиться он начал с детства, на Черном море. Сейчас его охотничий стаж более 35 лет. Неоднократный рекордсмен мира и чемпион Европы по этому экстремальному виду спорта. Из всех видов подводного плавания Андрей считает самым сложным и опасным именно охоту. Об этом он говорит своим ученикам в первую очередь. Подводный охотник, который приходит в подводную охоту за экстримом – это мертвый подводный охотник в потенциале. Только тот человек, который просчитывает все ситуации, тот занимается этим долго, счастливо и комфортно. Насколько все серьезно, Лагутин испытал на собственной шкуре. Это случилось на соревнованиях по подводной охоте в Португалии. В прибрежных скалах во время шторма его засосало в водоворот. Оказавшись под водой, в нескончаемом бурлящем потоке он уже начал прощаться с жизнью. Как ему удалось сохранить самообладание и чудом вынырнуть на поверхность, Андрей до сих пор не знает. Тебя прибой забрасывает в пену, которая разбивается об эти скалы, и потом эта пена уходит сквозь скалы. Уйти вниз нельзя, потому что щели очень тонкие в этой скале. Ты понимаешь, что тебя просто всасывает вот в эти остроконечные зубцы, из которых выбраться невозможно. Это стиральная машина. Буквально стиральная машина, только с острыми гранями. Чуть-чуть порвал костюм, побило меня сильно, но как я оттуда выбрался, я не знаю. Было очень страшно. Охота с аквалангом запрещена и считается браконьерством, поэтому подводные охотники ныряют на задержки дыхания. Так что потеря сознания от недостатка кислорода на охоте тоже случается. Так погиб друг Андрея, не рассчитав запас воздуха на всплытие. В отличие от фридайвинга, у охотников нет группы поддержки. Он может полагаться только на себя и на напарника, который должен успеть вытащить его из ловушки. На все отпущены секунды, а непредвиденных ситуаций может быть множество. Запутался в сентях, или зацепился в какой-то коряге, или застрял в пещере, или поранился при вытаскивании рыбы, или атакован рыбой. Это все штатные ситуации, которые ты должен знать и уметь из них выходить. Подводная охота. Факторы риска. Подводные препятствия. Поведение рыбы. Блокал. Потеря сознания. Особые требования. Умение нырять на задержке дыхания. Физическая подготовка. Анализ ситуации. Уровень опасности высокий. Главный враг подводного охотника он сам, говорит Логотин. В азарте человека может подвести чувство здравого смысла, и даже инстинкт самосохранения. Бывали случаи, когда даже после атаки акулы, охотник не бросал свою добычу. Охота в тропиках. Когда человек стреляет, например, крупную рыбу, ну, какую-то рыбу, и тут приходят акулы. Приходят акулы, и человеку становится жалко свою добычу. И он пытается эту добычу забрать у акулы. И акула начинает атаковать человека. Впрочем, охота на Нижнем Днепре может быть не менее опасной. Особенно, когда человек самонадеянно решает помериться силой с таким подводным монстром, как речной сом. Эти рыбы бывают размером со взрослого человека. И тогда, кто выйдет живым из поединка, неизвестно. Вот подводный охотник застрелил крупного сома. Сом потащил его за собой. Человек удержал ружье двумя руками. И просто крупная рыба тащила его за собой. Сом зашел в эту нору. И втянул человека за две руки в эту же нору. Нора была достаточно узкая, и человек просто не смог из нее выбраться. И вот так и нашли ласты торчали из норы. Человеку было жалко ружье, жалко крупную рыбу, прикормную. Позже охотники выследили и подстрелили в этих местах гигантского сома. Но это ли рыбина погубила несчастного ныряльщика или другая, неизвестно. Подводная охота – это всегда поединок, где шансы на победу равны. Вот только проходит эта дуэль в чужой для человека среде. Для тех, кто не владеет профессиональными секретами, добыча рыбы может превратиться в смертельную рулетку. Сегодня даже экстремальный дайвинг стал общедоступным занятием. Но тем, кто ищет особо острых ощущений, кто хочет проверить себя на слабо, стоит поискать экстрима в холодных северных морях. Рассказы о зимнем подлёдном дайвинге за полярным кругом вызывают шоп даже у опытных инструкторов, работающих в тёплых тропических водах. Арктика, Северный полюс, апрель 2000 года. Дайверы из подводного клуба МГУ готовятся к погружению. Первым делом они подобрали место, где так называемый «молодой», а значит, относительно тонкий лёд. Пробить паковый лёд просто нереально. Обычной пилой выпилили отверстие и подготовили майну. Погружаться будет Настя. Она долго сидит на краю проруби, которую для неё подготовил муж Михаил и его товарищи. Настя может стать первой женщиной, нырнувшей с аквалангом на Северном полюсе. Видно, что она никак не может решиться на этот шаг. Двумя годами ранее, во время арктической экспедиции, при попытке погружения на рекордную глубину, погиб человек. Тогда Насте приснилось, что несчастье случилось с её мужем Мишей. Экспедицию пришлось свернуть. Но уже через год дайверы вернулись и провели уникальное погружение в географической точке Северного полюса Земли. Ура! Вы сделали это! Ура! И вот теперь под лёд идёт женщина. Наконец, Настя соскальзывает в ледяную бездну. На страховку встаёт Михаил. По правилам безопасности, вокруг пояса дайвера обвязывается страховочный конец. Одной рукой он обязан держать страховку во время всего погружения. Четыре рывка означают требование немедленного подъёма. В аварийной ситуации вертикальное всплытие невозможно, ведь над ныряльщиком сплошной толстый лёд. В Арктике он достигает нескольких метров. Остаётся одно — искать место входа. То есть ту самую майну. Это, конечно, страшная смерть. Остаться подо льдом, без страховки и не знать, где выход. Я знаю рассказ, один из первых рук. Леденящий душу совершенный. Речь идёт об одном опытном дайвере, который знал водоём как свои пять пальцев. Видимо, он решил, что справится в одиночку, без страховки. Но что-то отвлекло его на считанные секунды. Повернулся, а майны нигде нет. И не меньше, чем сорок минут он искал выход. Попрощался с жизнью. Он потерялся, заблудился полностью. То есть он майну уже найти не может. И пошёл наугад. И совершенно случайно, водоём большой, совершенно случайно, то есть насколько ему повезло, какое стечение обстоятельств, выплыл в прорубь, где бабушки из ближайшей деревни бельё полоскали. Только опыт, самообладание и, конечно же, невероятная удача спасли ему жизнь. Стоило дайверу запаниковать, и никто ему уже бы не помог. Те сорок минут страха он запомнил на всю свою жизнь. Айсдайвинг. Погружение под лёд. Факторы риска. Замкнутое пространство. Ледяная вода. Гипотермия. Переохлаждение. Особые требования. Специальная подготовка. Работа со снаряжением. Психологическая устойчивость. Уровень опасности. Средний. Анастасия Сафонова возвращается из захватывающего путешествия под торосами Арктики. Никаких проблем под водой не возникло, хотя напряжение не давало расслабиться Насте во время всего погружения. Красоты подлёдного мира способны очаровать и заставить забыть об осторожности даже видавших виды дайверов. И тогда погружение под лёд может обернуться непредсказуемыми последствиями. Самое сложное – это сам лёд, который является преградой между дайвером и воздухом. И, соответственно, просто лёд как преграда, лёд, который может двигаться, лёд, который может трескаться, льдины, которые могут расходиться, сходиться. В разгар зимы команда дайверов собирается на Белое море, чтобы провести погружение за полярным кругом. Подготовка начинается задолго. От этого зависит здоровье и даже жизнь подлёдного нырельщика. С особым вниманием готовятся жизненно необходимые системы. Они дублируются, чтобы в случае отказа дайвер мог перейти на запасной дыхательный аппарат. Но любая техника имеет странную особенность время от времени выходить из строя. При температуре воды близкой к нулю и даже к минусовой отметке снаряжение может просто замёрзнуть. Если в шланге подачи воздуха образовалась крошечная льдинка, его может просто разорвать. Так и случилось, когда Олег Бажок снимал документальный фильм в Арктике. Техника вышла из строя прямо под водой. В тот момент Олег был занят видеосъёмкой. Как вдруг внезапно акваланг перестал подавать воздух. Мы погружались в узкую расщелину, где толщина льдов в общей сложности достигала где-то 12 метров. И было большое нагромождение льдин друг на друге. Просто фантастическое зрелище. Я был увлечён съёмкой, снимал всё это нагромождение, то, как мы туда погружаемся. И вдруг я почувствовал, что воздух перестал подаваться из баллона. Олег взял паузу, затаил дыхание. Бывали случаи, когда лёгочник или дыхательный аппарат может оттаять и снова заработать. Но не в этот раз. Олег задыхался, а до майны было ещё далеко. И тогда он рванул страховочный фал. Аварийный подъём. Там наверху вовремя услышали сигнал. Когда меня тащили на поверхность, хорошенько я ударился головой так об льдину. И в этот момент времени лёгочник был у меня во рту. Он в обратную сторону переклинил на непрерывную подачу воздуха. Уже буквально под поверхностью. Редкие кадры. Нечасто аварийную ситуацию удаётся снять на видео. Заклеил лёгочник. Подачил? Да. Вы перехлёжили на чём трописта из-за этого? Нет, вдоха. А, вдоха? Я пытался бороться с ним. А кто поднимел? И достал. Этот экстремальный проект российских фридайверов потребовал исключительных мер безопасности. Наши нырельщики решили испытать себя в ледяной воде Белого моря. Погружались через майну, а на глубине их страховали водолазы. Рискованная подлёдная затея закончилась новым рекордом. И что главное, без несчастных случаев. Юлия Петрик стала первой женщиной в мире, которая на задержке дыхания нырнула под лёд на глубину 36 метров. Когда ты ныряешь в глубину, и там после 10 метров абсолютная темнота, всё пропадает, и ты абсолютно в космическом пространстве. Нет ощущений, где низ, где вверх. То есть нет ничего. Просто вот зрение отключается. И ты падаешь просто куда-то вот в совершенно свободном полёте. Вот. Я от этого испытываю какой-то бесконечный кайф. Предусмотреть страховку на все случаи жизни невозможно. Фактор неожиданности будет присутствовать всегда. Особенно, если нырять на пару с этим исполином, родственником самих косаток. Погоня за уникальными кадрами может загнать в опасную западню даже самого опытного подводного оператора. поездка в Антарктиду едва не стала последней в жизни Вадима Шесточенко. Айсберги известны своим коварным поведением. Подвижка льдов бывает здесь совершенно непредсказуема. Всё меняется очень быстро. Вадим с напарником вели видеосъёмку у скальной стенки. Айсберг заметили слишком поздно. Ледяная глыба двигалась вплотную к скале, отсекая дайверов от выхода на поверхность. Куда-то выныривать или двигаться там влево-вправо непонятно, то есть где и как тебя может прижать. И в этот момент мы увидели в скале нишу. Ну, как комнату, размером, ну, с комнатой. И мы в неё зашли, в эту нишу. Вот. И в этот момент вход закрыл, собственно, его навалило на скалу и придавило вход. Их прижало к скале, и они оказались совершенно беспомощны. Паники не было, вспоминает Вадим. Когда попадаешь в такую ситуацию, понимание риска приходит позже. Они просто ждали и надеялись на лучшее. А минуты напряжения тянулись предательски долго. Айсберг двигался. И он стал двигаться, ну, двигаться вдоль скалы, ломая, как бы, обламываясь. Просто, как бы, мы были в таком западне, как кармане, а мимо там гора льда проехалась вот так вот, ну, с торошением, с таким. Ну, вот. Ну, и потом карман открылся. Дурацкие мысли, как говорит Вадим, пришли позже. Когда все обошлось, тогда и понял, что все могло быть гораздо хуже. Невнимательность может привести к печальным последствиям. Подводный мир полон опасностей и неожиданных встреч. Угроза может исходить даже от тех морских хищников, которые редко нападают на человека. Однажды при ночных съемках на меня нападала мурена. То есть она реально нападала и норовила меня там схватить за бок. Может быть, я вторгся в ее пространство, где она либо кормилась, либо у нее там спаривание происходило. То есть в таких случаях они агрессивно всех чужаков, которые попадают в их сферу влияния, отгоняют. В поисках редких кадров дайвер может переступить черту безопасности. Подводные операторы не раз получали увечья, тяжелые травмы и даже гибли, когда во время съемок решались приблизиться к акулам без надежной защиты. Очень известный случай оператора, который погиб под водой, это в команде Кусто, когда они снимали больших белых акул, когда акула просто-напросто напала на оператора и он погиб во время съемок. Встреча с большой белой акулой. Что может быть ужаснее? Но именно на свидание с ней прилетел в Южную Африку Дмитрий Волков. Здесь живет этот человек Андрей Хартман. Он обращается с акулами как с аквариумными рыбами. Собственно, так я не боялся никогда в жизни. То есть, вот такой холодок внутри, такой предательский, который говорит, да не хочу я туда, но никак не хочу. Там было два случая нападения этой акулы. В одном случае у оператора откусили полуласты, а в другом случае чуть не откусили пол головы. И только Хартман, который страховал оператора, успел акулу ткнуть прутиком, и она ушла. Фактически оператор чудом спас. Сначала съемки велись из металлической клетки, которую спустили в воду. Впервые Дмитрий увидел акулу так близко, на расстоянии вытянутой руки. Зрелище было настолько завораживающим, что он, забыв о страхе, решил прикоснуться к этому первобытному чудовищу. Есть такое правило, если акула идет на тебя, если ты оператор, то ты должен поджать ноги, камеру прижать к себе, и когда она подойдет совсем близко, тихонечко ткнуть камерой в нос. И она в этом случае что-то делает, она разворачивается, как правило, отходит. Ну и тут я при ней тронулся, и она тоже, так сказать, отошла. Но уже следующая встреча произошла в открытой воде. И на этот раз оператор был совершенно беззащитен перед самым опасным морским хищником. Вокруг крутились котики. Главное лакомство большой белой акулы. Но вот заросли водорослей кончились. Куда-то ускользнул последний котик. И тут что-то изменилось. Оператор почувствовал это своей кожей. Вот она появляется, и все меняется. Мир меняет. Он просто уходит. Ты сосредотачиваешься только на этом. Это такой, я бы сказал, мистический момент. Когда эта акула подходит медленно, она делает это, видимо, из любопытства. Она смотрит, она присматривается, она очень любопытная акула. Кто-то, кто это, зачем он сюда пришел. Она вот пытается установить контакт, понять, это еда, это враг. Хищник медленно развернулся и исчез в синеве так же внезапно, как появился. Эта встреча один на один с большой белой акулой потрясла подводного оператора. Он испытал одновременно страх и восхищение. Нечто подобное испытывают технические дайверы во время сложных и опасных погружений на сверхбольшие глубины. Кабардино-Балкария, 2004 год. После серии погружений в пещеры неугомонные исследователи глубин Роман Прохоров и Игорь Галайда готовятся установить свой главный рекорд. Они снаряжены, как космонавты перед высадкой на чужую планету. Двойная спарка баллонов с газовой смесью весом в 100 килограммов. Продублированные системы дыхания. Глубиномеры и компьютеры для расчета режима погружения. Вся эта хитрая аппаратура их мощное оружие. Без него не покорить глубину. И не вернуться назад живыми и невредимыми. Они готовы к штурму глубины. Нам нужно просто было дойти до 1. дно начиналось на глубине примерно 175-180 метров. Оно под уклоном идет. Значит, было дойти до дна. И заодно это получался уже само собой рекорд для России. Голубое озеро на Северном Кавказе второе по глубине в Европе. Но зачем погружаться на 180 метров в темную, как ночь, погодную бездну? Даже представить страшно. Там внизу легко бы мог поместиться 60-этажный небоскреб. Объяснить это непосвященным сложно. У тебя нет ни ориентиров вообще никаких. Вот чернота и синева, которые уходят куда-то в бездну. Это не то, что страх, не то, что волнение, а вообще непонятно, что. Ну, там, сердце начинает биться как-то по-другому. Глубоководный технический дайвинг. Факторы риска. Большая глубина, возможность кислородного и азотного отравления, сбой аппаратуры, переоценка сил. Особые требования. Специальная техническая подготовка, работа с газовыми смесями, психологическая устойчивость, высокое самообладание. Уровень опасности высокий. Перед погружением на дно спустили толстую альбинистскую веревку. На ней развесили баллоны со специальными газовыми смесями. Дайверам предстоит пользоваться ими попеременно, на разной глубине. Иначе прыжок в неизвестность может закончиться кессонной болезнью, тяжелой травмой, долгим лечением в барокамере, если не гибелью водолаза при всплытии или после подъема на поверхность. По плану подводный спуск должен занять около 10 минут. А вот подъем растянется на несколько часов. Вот ты падаешь вдоль стены, падаешь, падаешь и падаешь. Думаешь, когда же, господи, она кончится? Рекордное погружение началось. Страхующие водолазы и операторы остались выше, где-то на 40 метрах. Игорь и Роман падают вниз вдоль скальной стенки. 80 метров. 100, 120. Стена уходит в черную мглу. Мощные фонари едва выхватывают из темноты циферблаты приборов. Весь спуск фиксирует автоматическая камера, закрепленная на голове водолаза. Единственный ориентир в этом подводном космосе страховочный фалк. Они идут все глубже и глубже в неизвестность. И, наконец, рекордная отметка. Позади долгие 12 минут погружения. Вот они осматриваются, обмениваются условными знаками. Здесь, на краю бездны, они могут оставаться не дольше минуты. безумно интересные как будто на другой планете находишься. В голубоватом луче фонаря каменистое дно, уходящее еще под крутым слоном вниз. Минуту побыли на дне, поплавали, как-то осморелись, взял я там камушек со дна на память, в кармашек спрятал и начался потом подъем. Все погружение заняло 259 минут или почти 4,5 часа. 12 минут на спуск, минута на глубине, остальное медленный поэтапный подъем с остановками безопасности и поочередной сменой баллонов. И ты радуешься каждым преодоленным 10 метров подъемом. Ты будешь вот я ближе к поверхности на 10 метров, слава богу. Да? Ну, а когда уже мы вышли на глубину метров там 40-50, там уже как-то от сердца отлегло, уже как-то и вот люди наши плавают, которые вроде как готовы чем-то помочь, тут уже стало гораздо проще, психологически стало проще, напряжение спало. Несмотря на все предосторожности киссонка, болезнь глубины дала о себе знать на поверхности. Сильно ломило суставы рук, начались судороги в мышцах ног. Без посторонней помощи выйти на берег было трудно. Но это была их тяжелая победа. Новых рекордов они пока не планируют. Пускай другие экстремалы штурмуют бездну. Надо отдавать себе отчет. Должен понимать человек, ради чего он на это идет. То есть взвешивать. Есть такая очень хорошая фраза, она мне очень нравится, под водой нет абсолютно ничего, за что стоило бы умирать. С изволетением акваланга человек как будто приобрел жабры. Теперь любой из нас может свободно плавать под водой, изучая загадки гидрокосмоса. Но это не значит, что нужно повторять рискованные трюки подводных экстремалов. Не стоит соваться туда, где можно запросто свернуть себе шею. Подводный экстрим удел профессионалов. Но если вам все-таки хочется испытать себя, пережить новые ощущения, почувствовать адреналин в крови, идите учиться, тренироваться и еще раз учиться. Знание сила. И главное, ныряя, не забывайте выныривать, о чем любил напоминать Жак-Ив Кусто. Жак-Ив